В своем послании Алии Маджлису глава государства в том числе коснулся и вопросов, связанных с развитием науки, просвещения цифровой экономики. А на недавней встрече президента с учеными, молодыми исследователями, руководителями научных учреждений и представителями производства были обсуждены важнейшие задачи, стоящие перед отечественной наукой, определены приоритетные цели. Так, учитывая потенциал сложившихся в стране научных школ, а также исходя из национальных интересов и направлений развития на современном этапе, в этом году решено развивать математику, химию, биологию и геологию. При этом отмечалась необходимость усиления интереса молодежи к научным изысканиям. Исходя из поручений данных главой государства для решения важнейших задач, стоящих перед отечественной наукой, в настоящее время в Институте генетики и экспериментальной биологии растений Академии наук Узбекистана ведется большая работа. На прошедшем мероприятии обсуждались вопросы развития сотрудничества с акционерным обществом Уздон Махсулот, которое занимается организацией производства высококачественной муки, круп, корма, хлеба и других изделий. Участников встречи объединила тема генетических основ создания высокоурожайных сортов зерноколосовых культур, зернобобовых и хлопчатника. Состоялась очень полезная встреча с руководством и представителями Уздон Махсулот, которые с данного момента являются ответственными за развитие биологической науки в нашем институте. С нами планируются совместные проекты по проведению биологических исследований в области болезни устойчивости, устойчивости к абиотическим стресс-факторам по пшенице. А также они обещали, что всячески будут содействовать решению наших проблем, которые стоят перед нашими учеными-хлопкоробьями, селекционерами, генетиками, работающими в области хлопчатника и сои. В ходе деловой беседы ученые, научные сотрудники института и специалисты Уздон Махсулот обсудили другие актуальные вопросы развития отрасли, приоритетные направления сотрудничества. По итогу мероприятия была разработана дорожная карта, где намечена реализация совместных проектов. Необходимость дальнейшей интеграции науки и производства обсуждалась и на другом мероприятии, прошедшем в Институте химии и физики полимеров Академии наук Республики Узбекистан. К диалогу с научными сотрудниками и специалистами подключились представители Ассоциации Узбек и Пакисануат. Здесь обсуждались приоритетные направления развития сотрудничества, прозвучали новые идеи и инициативы. Мы завершили работу по химической переработке отходов шелковой промышленности куколок. И эту пилотную работу мы хотели бы начать и создавать установку на одном из предприятий, это Ассоциации. В результате химической переработки отходов куколок мы сможем получить куколочное масло. Оно широко используется в парфюмерно-косметической промышленности. Пилотный проект даст возможность вместе с производственниками наладить производство природных биополимеров. В рамках мероприятия были даны рекомендации и предложения назначить ученых и исследователей на руководящей должности на производственных объектах в составе Ассоциации Узбек и Пакисануат. Как показывает опыт развитых стран, такая практика приносит богатые плоды.